Всем привет, дорогие зрители! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал, на котором мы с вами обсуждаем стиль, моду, шоппинг, всякие интересные моменты из моей жизни, так что не забудьте подписаться. Сегодня мы с вами отправляемся в столь увлекательное путешествие. Долгожданное видео получается, потому что, ну в том числе и мною, так как уже прошло два месяца с последнего выхода выпуска ООО Зара. Я думаю, там уже появилось огромное количество всего нового, я специально рано туда еду для того, чтобы попасть в пустые, я очень на это надеюсь, примерочные, так что, скорее всего, нам сегодня повезет посмотреть одежду в полный рост. Также хочу напомнить вам о том, что у меня появился телеграм-канал, в котором я появляюсь буквально каждый день, делюсь с вами спойлерами видео, всякими интересными образами, также просто интересными картинками и хорошим настроением. Так что ссылка будет в описании. И давайте, наверное, уже начинать. Поехали! Уже набрала немножко, ну или как, множко, наверное, интересных вещей. А предлагаю я начать с вот такого вот, я бы сказала, восхитительного костюма из сатина. Мне кажется, это сатин. Точно не шелк. Стоимость 69 евро вверх, 49 евро низ. Вверх в размере L, а низ я сейчас, точно сейчас вам не скажу, но скажу то, что на мне великоват, на размер меньше было бы лучше. Думаю, как бы вам показать. Ну, оно, в общем, великовато. Он все выглядит очень красиво. Приятный такой текучий материал. Особенно это проявляется на брюках. Так что к брюкам особое внимание я хочу уделить. Очень такое приятное. Восторг! Также невероятное сатиновое платье с такой вот сборочкой, идущее по фигуре, но мне размер S стоит 29 евро. Я считаю, отличная вещь. На вечер супер подойдет. Вот с таким вот разрезом. Сюда больше подошли, наверное, туфли, или даже какие-нибудь грубые ботинки. Что скажете, мне очень нравится. Вот эти тончайшие бжетельки тоже из этого же материала. Наш умевший костюмчик, мне кажется, если вы его видели, обязательно ставьте плюсик в комментарии, потому что мне очень интересно, сколько же человек видела этот костюм. Я видела у разных блогеров, как зарубежных, так и блогеров из СНГ. Вообще, интересный такой синтетический довольно материал. Стоимость сверху 17 евро. Так что за 17 евро у меня неплохая вещь. Стоимость снизу либо 29, либо 25. Оно идет на резинке. Я взяла размерчик побольше, потому что вот такие вещи, которые вот так вот тянутся, часто облегают вот этот час бедра, что мне не очень нравится. И с таким вот размером, если не ошибаюсь, это L, но все размеры все равно будут в описании. Так что, если я что-то не говорю, не пугайтесь. Вот и мне напоминает, знаете, из каких-то американских 70-х этот образ. Мне еще нужно идти на открытие какой-то выставки в этом костюме. На какую же выставку мне пойти днем? Ощущаю себя немножко хиппи за счет таких вот рукавов. Очень прикольная завязочка. Она единственная, поэтому мне очень нравится эта кофта, что здесь немного как бы пуговиц, а просто одна вот такая завязка. Вроде бы стоит либо 36, либо 39 евро размер М. Честно, мне, я бы такую себе взяла прям. Такая хорошая вещь, как по мне. Такой образ какой-то банальный из ТикТока получился, как по мне. Хотя мне очень нравится вот эта вот кофта. Она мне напоминает немножко Жек-Мюс. Я бы взяла такой, мне кажется, на размер больше, потому что у меня тут все такие кофты короткие. Джинсы стоят 29 евро. Макновенные джинсы с обрезанным концом. И верх тоже стоит 29 евро. Но у этой кофты очень прикольный материал. И такие кофты. Вот действительно из такого материала, даже похожего фасона, были у моей мамы, когда я училась в школе. Что все возвращается, судя по всему, да? Вообще классный. Он такой еще короткий. Мне кажется, специально задумано, чтобы это было коротким. Попок был виден, но рукава можно было бы все-таки подлиннее на мой рост. Я думаю, также можно носить не только с джинсами, а с какой-нибудь мини-юбкой. Или черными брюками. С черными брюками будет не образ из ТикТока, а такой довольно-таки классический уже. Я имела в виду вот такие вот брюки. Это сейчас мои любимые брюки, которые находятся в Заре. Наверное, самая любимая модель. Такая из сатина, очень крутые. Но это размер М. Видите, он спадает. Был бы круто, если бы он был все-таки на талии. Вот, если поближе материал брюк, но ощупь просто невероятный. Мне очень нравится. Также, дорогие мои, мы с вами не стоим в стороне от современных трендов и меряем вот такие вот штаны Cargo, которые сейчас, я не знаю, в Берлине носят абсолютно каждый подросток. И вот такой вот топ в размере М. Ну, это я, конечно, себя обидела. Мне бы Эско пошла немного больше, потому что он был бы в обтяжку. Или я, наоборот, себя польстила за счет груди. В общем, Эско, представляем. Эско смотрится лучше. А так, он, видите, шароват все-таки. Еще, мне кажется, было ходить примерно так же. Разгуливает. В таких аутфитах. Далее у нас в списке вот такое вот платье. Необычный выбор для меня и для моего влога. Но мне оно показалось очень даже интересным. На мне размер L. Так что оно село, я бы сказала, просто прекрасно и замечательно. Если бы оно было меньше, наверное, было бы не так хорошо. Но это именно мини. Я не показывала вам полный рост по той причине, что это кеда. И это абсолютно не сочетается. Очень-очень мне нравится эта деталь. Как бы это корсет без вот этих бретель. Но все-таки есть вот такая вот деталь, которая держит все платье. Мне кажется, она вообще вытягивает на себе все платье. Так вот без этой детали оно было бы посредственным. А так смотрится довольно-таки интересно. И вот, наконец-то, я сегодня влюбилась вот в такое вот ляное платье. Длинное ляное платье. Даже круто сочетается с кенами. Но на завязочках вот таких вот с деревянными висюльками. На резинке сзади с одной спиной. Как по мне, очень красивая. Особенно если куда-нибудь на ужин, после пляжа. Мне вообще очень нравится. Такое лаконичное. Лаконичные вещи, это, конечно, да, прекрасно. Размер М. Стоимость 49 евро. Не могу я вам не показать этот максимально нежный топ. Он очень красивый на таких тончайших бретельках. Вызывает у меня супер приятные чувства. Сидит красиво. Стоит 17 евро. Но мне размер М. Очень нравится. Честно, я даже подумала бы взять себе. Потому что Зара обычно корсеты такие прям неприятные какие-то. А этот неплохой. Посмотрим интересные моменты, которые я так и не примерила. Вот такое вот пляжное платье. Я считаю, что именно на Купальниково набросить и гулять. Очень красивое. Также юбка. Я так понимаю, эта юбка тоже дальше пляжа не ушла бы. Это уже что-то интересное. Но я, знаете, всегда не понимала такие вещи. Как бы жарко и холодно. И как совмещать, в какую погоду носить. Непонятно. Пляжная коллекция вообще супер летняя. Продолжает пополняться. Это что-то новенькое. Такого я еще не видела в Зару. В любом случае, два месяца или месяц назад такого еще не было. Но мне все равно нравится вот такая вот вязаная кофта. Видите, она как бы еще с узорами в цветочек. Так, что у нее по стоимости? По стоимости 39 евро. И вот такая вот сумка тоже. Интересная пляжная история. Узнаете это платье? Я в таком платье только белого цвета была в начале видео. Такое есть еще в розовом. Стоит 39 евро. И такое есть в черном. Вот эта красота в черном цвете. И мне очень нравится. Я бы такое взяла еще и в черном. Это я была сейчас на втором этаже. Тут больше скидок и старых коллекций. Сейчас пущусь на первый. Там очень крутая сумка висит. Вот такие вот топы есть. Но если честно, мне очень не нравится материал. Я когда-то его мерила. Отвратительный. 39 евро. Я не знаю. Мне кажется, в нем можно очень сильно вспотеть. Вот такой вот. Такая вот внутренность у него. Ну, не знаю. Такой еще есть в розовом цвете. Что скажете? Вот мы и подошли к сумке, о которой я говорила. Она просто сверкает. Мне невозможно красиво. Мне она вообще очень нравится. Почему-то нет здесь цены. Но я думаю, долго эта сумка здесь не продержится. Ее заберут точно. Боже, она внутри совсем не хуже, чем снаружи. Зеленая сумка. Это было действительно стильно. А это я даже, наверное, не буду комментировать. Знаете, есть вещи, когда чересчур. Довольно-таки интересное украшение на шею в морской тематике за 12 евро. Симпатичное. Очень хочу вам показать вот такие вот брюки. Сейчас очень актуальны. Действительно трендовая вещь. Такие вот брюки, лапша из струящегося материала. И похоже. Такого же цвета. Есть верх. То ли платье, то ли топ. Непонятно. Я думаю, все-таки платье. Очень красиво. И мне очень нравится материал. Довольно-таки приятный. Такие штаны стоят 22 евро. А верх стоит тоже 22 евро. Очень интересный жакет. Жаль, я раньше его не заметила. 69 евро. Такой довольно-таки необычный. На одной застежке укороченный. Судя по всему. Ну, не прям вообще кроп, но короткий. Хочу еще показать вам вот такую сумку за 25 евро. Она выглядит довольно-таки лаконично. Приятная на ощупь. И мне кажется, она своих денег стоит. Хорошая. Есть еще похожая сумка на зеленую, в похожей форме. Напоминает мне сумку по карабану шоппер. Тоже прикольная сумка. 39 евро. Я бы с такой ходила на какую-нибудь вечеринку. Здесь никого не было. В 10 утра почти никого. А сейчас мне уже пора уходить, потому что снимать невозможно. Хочу поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Были со мной все это время. Напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. И до скорых встреч. Пока.